МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Очаг в батареях". С 10 октября в городе стартует отопительный сезон в жилфонде. Сейчас тепло будет, так что супер. Кто следующий на очереди? Запретный плод. Могилевские таможенники выявили незаконную транспортировку яблок и груш. Куда ехали фрукты? Выбор сильных и уверенных. Военная академия презентовала свой потенциал. Что это за учебное заведение? По каким специальностям готовят? Каким профессиям обучают в престижном ВУЗе? А также рабочий визит и общее дело. В Бавруйске стартовала акция «Молодежь за безопасность». Почему не нужно искать повод, чтобы помочь? Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. С акцентом на развитие. Двусторонняя встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина прошла в Москве. Лидеры стран обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития отношений Минска и Москвы. Диалог затронул сплочение с акцентом на интеграционные взаимодействия в рамках союзного государства. Александр Лукашенко подчеркнул, на каждой встрече во главе угла и внутренние дела, благосостояние белорусов-россиян, вопросы безопасности. Самый главный вывод, как я полагаю, думаю, вы согласитесь, Запад поставил перед собой планы удушить нас. Прежде всего в экономике, в финансах. Не получилось. Они уже сами это признают, поэтому нам нет необходимости даже констатировать этот факт. Вы правильно заметили, мы сделали ставку за постерспорт Советского Союза на сохранение того, что было, и развитие. Оно пригодилось. Сегодня мы вместе работаем по очень многим направлениям, производим товары. Они в основном находят спрос в Российской Федерации. Россия нуждается в тех товарах, которые мы производим от сельского хозяйства до микроэлектроники. Вы правильно об этом сказали. После завершения переговоров Владимир Путин вручил Александру Лукашенко высшую государственную награду России – Орден Святого Апостола Андрея Первозванного. Президент в благодарственном слове отметил – рассматривает знак отличия как признание заслуг всего белорусского народа, последовательно укрепляющего единство. Сладкое искушение. Незаконную транспортировку яблок и груш выявили могилевские таможенники. Только в третьем квартале этого года сотрудники отдела по борьбе с контрабандой пресекли пять попыток вывоза фруктов общей массой более 60 тонн на сумму около 580 тысяч рублей. Яблоки и груши пытались экспортировать из Беларуси с целью дальнейшей реализации на территории России. В двух случаях водители транспортных средств под видом одного товара перевозили другой. В остальных граждане страны-соседки после приобретения продукции на рынке транспортировали их без документов, подтверждающих безопасность. Нарушителям грозит наложение штрафа в размере до 30 величин для физлиц, для ИП или ЮР – до 50% от стоимости. Тепло в каждый дом. 10 октября в Бобруйске включат отопление в жилфонде. 8 числа, напомним, процесс был запущен в организациях-потребителях тепловой энергии первой очереди. В учреждениях лечебно-профилактических, медицинских, социального обеспечения, дошкольного, школьного, специального и дополнительного образования. Музеях, архивах, библиотеках, гостиницах. Честно говоря, я живу в частном доме, так что у меня тепло хоть летом. Было очень холодно, сейчас тепло будет, так что супер. У нас такая квартира, дом кирпичный, сейчас еще у меня тепло, балкон приоткрыт. Обогреватель, конечно, спасает, но хотелось бы приходить в теплую квартиру. Включение будет производиться поэтапно. Бобруйским организациям необходимо обеспечить соблюдение рационального режима теплопотребления. При необходимости переводить в экономный режим, а в случае повышения температуры отключать. Постановление подписано председателем горисполкома. Есть такая профессия. В Центре дополнительного образования детей и молодежи прошла военно-патриотическая акция «Готовы Родине служить» с участием представителей военной академии. О выборе сильных и уверенных в нашем репортаже. Военная академия – главная кузница кадров для Вооруженных сил Белоруссии. Учебное заведение было создано в 95-м в соответствии с указом президента и сейчас входит в число крупнейших вузов страны. Семь факультетов практически полностью обеспечивают потребность в офицерских кадрах. Подготовкой занимается около 700 квалифицированных специалистов с разными учеными степенями. А материально-техническая база оснащена всем необходимым для качественного образования. Главная цель заключается – ознакомить будущих курсантов с жизнью военной академии. Что это за учебное заведение, по каким специальностям готовить, что это дает ребятам в будущем. Потому что воспитывать патриота в сегодняшнее время – это актуальный вопрос, это актуальная тема. И здесь тоже важно рассказать не только про военную академию, про вооруженные силы, какие проходят мероприятия. Есть что показать. В Бобруйск академия привезла малую часть тренажеров, оборудования, вооружения и экипировки, которые входят в ее базу. Но даже это вызвало ажиотаж среди молодежи. На площадках факультетов собирались юноши и девушки, учащиеся городских заведений, чтобы посмотреть, примерить, попробовать и ощутить то, что доступно курсантам. Здесь же желающие написали заявление на учебу в будущем. Честно говоря, да. Сегодня прям очень много людей сюда подходит, постоянно расспрашивают, очень интересуются. И даже иногда не успеваю всем ответить на все поступающие вопросы. Уже успела посмотреть разные автоматы. Все очень нравится. Классные учителя, классные приборы. В принципе, мы успели потрогать там винтовку СВ, успели потрогать гранатометы. Основная часть – диалоговая площадка. Представители Академии Управления образования горосполкома военного комиссариата города и области рассказали о преимуществах обучения, порядке поступления. Немаловажный вопрос стипендий. В этом плане вуз не скупится для своих учащихся. Около 500 рублей ежемесячно. Все вопросы, которые с молодежью в рамках диалога проходят, она ставит свои акценты. В том числе ставит акцент на том, чтобы молодому человеку определиться. Вот эта диалоговая площадка, она дает возможности им определиться. Они слышали об этом, они где-то это видели, но не могли для себя окончательно принять решение. И вот это дает им возможность принять решение. Поэтому молодые люди на сегодняшний день, увидев все, пощупав своими руками, приняли для себя решение. Полное гособеспечение, будущее трудоустройство, достойная зарплата, социальные гарантии и профессиональная карьера. Курсантам военной академии предоставляется шикарная возможность устроить свою жизнь, проявить гражданственность, патриотизм и мужество. Роман Костюков, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Посильная помощь. Акция «Молодежь за безопасность» проходит в Бобруйске. Первый этап – марафон 112 добрых дел в самом разгаре. Волонтеры из молодежной организации спасателей пожарных трудятся, не покладая рук. Пока ребята складывают дрова, сотрудник МЧС наводит порядок внутри дома, меняет батарейки в пожарном извещателе и проверяет печку. Зима близко, поэтому важно оказать помощь тем, кто в этом нуждается. 14 октября, в прекрасный день, День матери, Белорусская молодежная общественная организация спасателей пожарных отмечает свой день рождения. Ежегодно в этот период проходит республиканская акция «Молодежь за безопасность». Будет она проходить на Бобруйщине на протяжении двух недель. Мы стараемся максимально приобщить молодежь, школьников, членов БМУСП к активному труду. То есть мы помогаем в этот период пенсионерам, одиноко проживающим гражданам, ветеранам Великой Отечественной войны. Пожилые люди, многие не могут самостоятельно сделать какую-то работу, и им нужна помощь. Например, в частных домах, чтобы жить в тепле, нужно отопление, а бабушка сама не сможет принести дрова, чтобы они не намокли. Акция также затронет от учреждения образования, где сотрудники МЧС расскажут о деятельности молодежной организации спасателей пожарных и о профессии в целом. Сразу после нас сирена. Мой коллега Роман Костюков с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!